Тверской ипподром В областной столице прошла трековая гонка, собравшая не только местных участников, но и спортсменов из других уголков страны – Тамбова, Вологды, Череповца, Москвы и городов Подмосковья. Участвуют у нас дивизионы D2 классика, но еще она есть как национальный класс – это заднеприводные автомобили. Раньше не было переднеприводных автомобилей, то есть я еще участвовал на таких вот восьмерках, шестерках, пятерках. Сейчас допускают их тоже к соревнованиям, но, видимо, все-таки российская автомобильная считает, что класс устаревает, поэтому в официальных календарях не включают. Они у нас, будем говорить, вне зачета. И вот зачетная группа А1600, это с объемом двигателя 1600 куб. сантиметров, с приводом на переднюю ось, то есть тоже спортивные автомобили, специально подготовленные для трековых гонок. На трек длиной около 1200 метров выходили пилоты старше 16 лет. Предела по этому критерию для участников не выставлялось. С Тамбова у нас приехал спортсмен, ему 57 лет. Да, это первый номер, вот посмотрите, как ездит. И вот у нас Марк, не Марк, а Москвы приезжает инвалид с ручным управлением. Вот сейчас он как раз стартовал, Рябов. Вот тоже парень ездит, он раньше занимался мотокроссом. Намного сложнее управлять и включать передачи, и рулить машиной, и газ нажимать руками. Это очень сложно. На самом деле никто бы не догадался, что за рулем одного из болидов инвалид-колясочник. А тем не менее, Лаврентий Рябов только в Твери выступает далеко не в первый раз. Правда, трековая гонка на ипподроме стала для спортсмена дебютной. Я ехал на одиночке, ездил какое-то время. Потом меня взяли в команду, мотокросс с колясками. Там хорошие результаты были, даже на мир мы ездили. И бронзу я выиграл тоже. Один год я успел на колясках погоняться. И потом травма у меня произошла. И через какое-то время, ну как лучше стал себя чувствовать, решил заняться автокроссом. Близкая, в принципе, такая дисциплина. Поэтому решил, что стоит попробовать. И действительно помогает здоровье больше становится. Для того, чтобы улучшать свои результаты, Лаврентию приходится немало шаманиться своей машиной. Наверное, обычный автолюбитель, сев на место гонщика, растеряется и не сможет сдвинуться с места. А Рябов чувствует себя за рулем своего железного коня вполне комфортно. Система здесь, в принципе, основа в МАДИ делали. Это газ-кольцо на руле сцепления. Единственное, что я сделал дополнительно, это вот пневмовыжим. Ой, извиняюсь. Ну, это моя конструкция, не знаю, работает неплохо. Что, очень довольно удобно, весело, опасно, конечно, как всегда. Ну, не знаю, я справляюсь вполне. Можно управлять такой машиной и инвалиду тоже. Вообще, автоспорт – дело весьма затратное. Как бы тщательно ты не готовил свою машину, всего не предусмотришь. Тем более, что в пылу соревнований, столкновения и даже перевороты – обычное дело. Безина у меня хорошая, новая. Спасибо спонсорам моим. Очень скользко, на самом деле, очень скользко. Трасса скоростная, с машиной тяжело бороться, но стараемся. Опыта немного, конечно, но стараемся ездить. В вашем заезде было сколько, 6 машин? 6 машин. Насколько трудно? Вот когда 3 машины, не так опасно, а вот когда 6, когда вираж входят, вообще же там, что происходит? Постоянная контактная борьба, то есть мы бьемся друг об друга, вот. Ну и стараемся вырваться вперед. Не в форсунках делать, дело в технике пилотирования. Надо учиться ездить. И чем больше ездишь, тем больше опыта и умений. Среди тверских спортсменов есть немало именитых гонщиков, которым опыта и умения не занимать. Вот у нас Сергей Лысов очень хорошо ездит и показывает очень хороший результат. Если он в этом году, я думаю, проедет по всем этапам, то, я думаю, он может выполнить даже мастера спорта вполне. Ну, кто еще у нас так? Вот Виталий Егоров тоже КМС. Ну, к сожалению, понимаете, у всех возможности разные. Поэтому кто-то ездит по этапам чемпионата первой страны России, у кого-то просто нет денег, не на что ехать. Но, как мы убедились, настоящего гонщика не остановит ни проблемы со здоровьем, ни тем более дороговизна запчастей. И настоящий мужчина не экономит на настоящих мужских увлечениях. Правда, в этот раз одному из лидеров тверской команды СК ТВГУ Рейсинг Сергею Лысову не повезло. Готовились. Долго, упорно. Пока все хорошо. Идет у команды. Кроме меня, у меня машина сломалась, я больше не еду. А что случилось? Ну, мотор. Кончился все. То есть даже у лидеров получается, да? Ну, конечно, всегда технический вид спорта. А немножко все? Не предугадать, что с ней случится никогда. Это ваша машина? Ну, вся машина, каждая запчасть, это уже далеко не стандартная, не заводская. Все для спорта, все переделано. Все в 2-3 раза дороже. И причем все ломается, долго ничего не держится. Несмотря ни на что, в командном зачете СК ТВГУ Рейсинг заняла второе место. На первом месте расположились гонщики дома рыбака. На третьем – Тверского технологического колледжа. В личном зачете победителем в классе национальной стал Сурен Саркисян. В классе А 1600 – Александр Барбаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...